Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» студии ведущая Полина Митрофанова. В конце ноября старого стиля 1812 года перед Днем памяти святого благоверного князя Александра Невского или в сам этот день достоверно неизвестно, в бедной многодетной семье деревенского дьячка Михаила Гренкова родился сын, которого в крещении нарекли Александром. С самого раннего детства познал мальчик суровую нужду, которая сопровождала жизнь священнослужителей и церковнослужителей тех лет. Познал он и нелюбовь со стороны самых близких ему людей. Но житейские обстоятельства не ожесточили сердце Александра, наоборот, зародили в душе ребенка чувство сострадания и любви к несчастным людям, а впоследствии соделали его сопечальником всех печальных. Он стал старцем, имя которого узнала вся Россия. Это преподобный Амвросий Оптинский. И стали приходить к нему многие скорбящие люди, ищущие утешения. А кто не мог прийти, писали ему свои письма, а он всем старался ответить. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, выпущенную в свет издательством Веденского Ставарпегиального мужского монастыря Оптина «Пустынь», которая представляет собой собрание писем оптинского старца Амвросия. По словам издателей, преподобный старец Амвросий Оптинский уже при жизни своей стяжал славу великого святого земли русской. Это был строгий постник, неустанный молитвенник, испытавший много разного рода скорбей, напастей и болезней, потерпевший поношение и клевету. Старец Амвросий был исполнен милосердия, сострадательности к ближним, о которых он плакал и болезновал душою. Любить ближних так, чтобы желать им всякого счастья, благословляемого Богом, и стараться доставить им это счастье, было жизнью и дыханием его. Так говорится в житии преподобного Амвросии. Со всех концов России стекались богомольцы разных сословий помолиться вместе со старцем, исповедоваться у него, получить его благословение, духовный совет и наставление. Многодневные очереди выстраивались у дверей хибарки, безмолвные свидетельницы болезней и трудов преподобного. И по кончине своей старица Амвросии не разлучился со всеми людьми, чтущими его память и прибегающими к его молитвенной помощи и предстательству пред Господом. Напитанный учением древних святых отцов, внимательный послушник преподобных старцев Оптинских, Льва и Макария, святой Амвросии назидал современников и своей святой жизнью, и трудами на пользу душ, веренных ему Господом духовных чад и последователей, и своим пастырским словом. Кроме того, старец Амвросии продолжил дело Оптинского книгоиздания, начатое его предшественником, преподобным старцем Макарием. Но если в первой половине XIX века в Оптиной пустыне готовились к печати писания святых отцов на церковно-славянском языке, то во второй половине того же столетия старец Амвросии счел необходимым делать переводы на русский язык. При его непосредственном участии были переведены и изданы творения преподобных отцов Симеона Нового Богослова, Федора Студита, Петра Дамаскина, Аввы Дорофея. Впервые по благословению преподобного Амвросия Оптиной пустынью стали издаваться брошюрки и листки для раздачи богомольцам. Так были напечатаны отдельные творения святых отцов Марка Подвижника, Иоанна Дамаскина, Анастасия Синаита и Иоанна Златоуста. Также небольшими книжечками вышли в свет догматические труды митрополита Стефана Еворского и несколько сочинений назидательного характера. Сам старец высоко оценивал значение этих изданий. Объем этих книжек, по-видимому, очень малый, но содержание их весьма велико. В них, хотя кратко, но ясно и практически изложено, как должен всякий христианин евангельское учение приспособлять к образу своей жизни, чтобы получить милость Божью и наследовать вечное блаженство. Также преподобный Амвросий положил начало собиранию и изданию материалов для биографий оптинских старцев Льва, Моисея, Антония и Макария, считая их богу угодную жизнь и писание поучительными для современников и потомков. Оптинский старец Амвросий, по всеобщему и единодушному признанию, был одним из глубочайших знатоков сокровеннейших движений души человеческой, опытнейшим распутывателем духовных недоумений, мудрейшим и любвеобильнейшим наставником, писал о нем протеерей Сергий Четверяков. Живое слово старца Амвросия, его советы и наставления дошли до нас в письмах к многочисленным духовным чадам, мирянам и монашествующим. При жизни преподобного Макария Оптинского старец Амвросий был его письмоводителем. Примерно с 1848 года старец Макарий стал направлять и насельников монастыря и паломников под духовное водительство иеромонаха Амвросия. С этих пор и началась переписка, не прекращавшаяся уже всю его жизнь. Когда объем переписки чрезвычайно возрос, старец Амвросий стал писать общие поздравления к праздникам Рождества и Пасхи, которые потом многократно переписанные, рассылались его духовным чадом. Как правило, содержанием этих поздравлений было толкование какого-либо текста из службы праздника или стиха Псалма. У общих поздравлений есть своя история. В середине 60-х годов их еще не было, но вот главный писарь Отец Климент подал старцу мысль ради таких великих праздников рассылать некоторым, особенно преданным ему духовным дочерям в женских обителях, самые краткие поздравления, вроде визитных карточек. Писалось на маленьких клочках почтовой бумаги так «Сестра Господи, мать такая-то, поздравляю тебя с праздником Рождества Христова или Воскресения Христова». Поздравление это заканчивалось собственноручной подписью старца иеромонах Амбросии. Но такие кратчайшие поздравления скоро оказались батюшке не по вкусу. К празднику Рождества Христова 1869 и к Пасхе 1870 года он уже сам продиктовал краткие общие поздравления с праздниками. Приближался затем опять праздник Рождества Христова. По установившемуся уже обычаю нужно было готовить общие поздравительные письма. Старец обратил теперь на это особенное внимание, сказав «Уж если писать так, написать должно что-нибудь полезное и назидательное». И продиктовал первое, глубоко назидательное общее поздравление, в котором, изъяснив таинство наступающего праздника, приглашал унылых и нечувственных, со смирением и зазрением себя, усердно и с благоговением внимать в сие время чтению и пению церковному и от них, как от источника жизни и бессмертия, почерпать утешение, вразумление и спасение милостью и человеколюбием Сына Божия. С этого времени, уже до самой кончины своей, готовил старец замечательные по своему содержанию рождественские и пасхальные общие поздравления. К слову сказать, у старца была удивительная память. В продолжении 21 года он диктовал эти поздравления и, несмотря на то, что никогда не справлялся о содержании продиктованных в прежние годы писем, всегда говорил непременно о разных предметах. Помимо наставления о том, как вести себя в различных частных случаях, письма содержат весьма конкретные советы о приобретении страха Божия и христианских добродетелях терпения и смирения, о борьбе со страстями, о молитве. Кроме писем к отдельным лицам, еще при жизни старца Макария отцом Амбросием были написаны три пространных письма-статьи. Письмо, написанное от имени неизвестной монахини к ее дяде Лютеранину, ответ благосклонным к латинской церкви и о церковном поминовении христиан неправославных. Эти статьи вошли в настоящее издание. Письма преподобного старца Амбросия Оптинского начали публиковаться вскоре после его кончины в 1891 году. Для духовных чад старца это было большим утешением и поддержкой после понесенной ими утраты. Начиная с 1892 года, письма печатались в журнале «Душеполезное чтение» и по существовавшей тогда традиции выходили отдельными оттисками. Тогда же по мере поступления писем старца от адресатов Оптиной пустынью стали издаваться небольшие сборники. На протяжении 1890-х годов их вышло более десяти. В 1906 году была предпринята первая публикация собрания писем блаженной памяти оптинского старца и расхемонаха Амбросии к мирским особам. Через два года в 1908 вышло второе дополненное издание. В 1908-1909 годах было издано в двух выпусках собрание писем оптинского старца и расхемонаха Амбросии к монашествующим. Интересно отметить, что предисловие к этому собранию написал протеерей Сергий Четверяков, а тематические названия писем составил послушник Николай Беляев, ставший последним оптинским старцем. Два этих собрания 1908-1909 годов являются на сегодняшний день наиболее полным сводом писем преподобного Амбросия Оптинского. Именно они и легли в основу настоящего издания. Как отмечают издатели, в основе всех писем преподобного Амбросия лежит евангельское и святоотеческое учение и незыблемость церковных догматов. Как писал исследователь эпистолярного наследия преподобного Архимандрит Иоанн Маслов, письма старца Амбросия раскрывают полную и ясную картину внутренней духовной жизни человека, указывают высшую цель его стремлений и способы, как достигнуть этой цели, состоящие в утверждении в своей душе Царствия Божия. Будучи глубоким знатоком духовной жизни и пройдя ее собственным опытом, старец Амбросий знал, кому, когда и что написать для пользы души. Слова, написанные им когда-то применительно к изданию писем старца Макария, теперь могут быть повторены, по мнению издателей, и о самом преподобном Амбросии. Пользовал он многих при жизни своей, а теперь будет пользоваться непрестанно, кажется, и множайших писемными своими наставлениями. Дорогие друзья, наша передача сегодня подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных лавках. Я прощаюсь и желаю приятного и душеполезного чтения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова